Так, ну давайте двигать науку дальше. Значит, это мы разобрали мутационный процесс, действующий в гордом одиночестве. Теперь мы про мутационный процесс именно забудем и рассмотрим отбор действующей в гордом одиночестве. Значит, тут положено всякую демагогию говорить. Давайте я постараюсь ее как можно короче рассказать, демагогию. Рассмотрим некое количество формальных вещей. Значит, ну все-таки чуть-чуть демагогия. Значит, вот Ломарковская революция, это когда все дружно меняются в сторону, когда тебе делается хорошо. А Дарвиновская революция, когда все меняются, когда ни по пути, а дальше те, кто изменились так, что стало им хуже, значит, они сдохли, а которые стало лучше, значит, и в результате все двигается тоже в сторону высокой приспособленности, но двигается не так вот организованно и целенаправленно, а значит, за счет случайных мутаций и отбора. Вот. И отбор действует только на изменчивость. Значит, даже определить отбор можно по-разному, но давайте считать, что если у меня растет на поле там 100 картошек и там одни растут лучше, другие растут хуже, но поэтому все эти картошки получены там из клубни одного материнского растения, то есть они все генетически одинаковые, то давайте это отбором не считать. А будем говорить об отборе, если это у нас дифференциальное размножение генотипов. Если один генотип размножается лучше, другой хуже, тогда это отбор. А если у одного монозиготного близнеца 5 детей и у другого 8, то это не отбор. Вот. Значит, и отбор существует по двум причинам. Во-первых, всегда есть изменчивость, поскольку мутационный процесс нельзя остановить. В любой популяции разумной чистости дофига генетической изменчивости. Мутационный процесс ее вам поставят, даже если мы искусственно начнем популяцию, так сказать, ну вот из одного клона. И, во-вторых, приспособленность зависит от мутации, то есть адаптивные ландшафты не плоские. Иногда они бывают плоские, когда мы смотрим там в глубине какого-нибудь длинного интерона на общение, они не плоские. Значит, есть изменчивость, и изменчивость влияет на приспособленности. И тем самым есть генетическая генетическая, которая влияет на приспособленность, тем самым неизбежно действует отбор. Ну и вот еще такое соображение. Еще два свойства живой породы важны для того, чтобы действовал, необходимы для того, чтобы действовал отбор. Первое свойство это то, что все живые организмы производят много потомков. Не просто много с избытком потомков. Вот там завел ты кошку, и эта кошка будет катиться, если ее не кастрювать, какая знает что. И приносить там по шесть котят хорошо, если один раз в год. Дальше этих котят надо либо топить, либо раздавать, либо они покроют всю планету слоем в 17 метров толщиной за 125 лет. И все так делают. Непонятно зачем. Значит, почему это важно? Потому что представьте себе, что у меня есть кошки бесполые, каждая из них за жизнь приносит ровно одного котенка. И тогда отбора быть не может. Потому что если ты каких-нибудь этих котят замочишь, то популяция кошек, значит, сойдет к нулю. То есть должны быть лишние потомки, чтобы отбор был совместим с выживанием популяции. Это, собственно, дедушка Мальтис еще придумал, но дедушка Дальген очень этим был впечатлен и думал о том, как важны вот эти вот лишние потомки. Но здесь на самом деле не так понятно. Всякие одноклеточные организмы. Сколько лишних потомков за свою жизнь производит бактерия? Ровно одного. Она делится на две бактерии. А если она там елка? Елка производит дофига лишних потомков. Правильно? Сколько там они семян? Миллиард. Но бактерии отлично живут и отлично эволюционируют. Начнешь ее давить антибиотиками, эту бактерию, и она очень быстро эволюционирует устойчивость к антибиотику. Так что какое-то количество лишних потомков важно, но так ли важно производить там ужасное количество лишних потомков или достаточно всего лишь 50 процентов дополнительных? удваивать, как делают одноклеточные? Не очень понятно. Вот. Но какие-то лишние потомки необходимы. Без них отбора не было бы. И чёрт его знает, может быть, случалось иногда такое, что эволюционировали какие-нибудь твари, которые вкладывали огромное количество ресурсов. В каждого потомка и в результате у них лишних потомков просто не было. Но вот тогда такие линии без отбора и вымерли. Может быть, мы их поэтому не видим. А сейчас из многоклеточных животных... Какая самая низкая плодовитость в течение жизни у многоклеточного? Ну там слонов. Ну там слониха, может там 10 слонят принести за жизнь. Всякие там птицы, тупики всякие, карьеры. Тоже она там кладёт одно яйцо, но она там живёт 30 лет. То есть там, видимо, меньше 10 потомков за жизнь никто и многоклеточных не приносит. На самом деле непонятно почему. Есть жуки-навозники, которые такие огромное количество какашек собирают для каждой личинки, что там всего там... 5 яиц откладывают и вырастают огромные личинки. Но тем не менее, 5 всё-таки, а не одна. Если была бы одна, то отбора бы не было. И второе замечательное свойство жизни, делающее отбор возможным, то, что когда возникает какое-то генетическое изменение, какая-то мутация, это не приводит к тому, что ты оказываешься в новой экологической нише. Представим себе, что каждая, вот я не знаю, я там бабочка, и мои гусеницы едят черёбуху. Любая мутация приведёт к тому, что я начну есть какой-то другой вид растения, и там смутировал, и вместо черёбухи начал есть чистотел. Тогда получится в огороде Базинария в Киеве-Детке, и никакого отбора не будет, потому что для отбора нужно, чтобы разные генетические варианты продолжали друг другом конкурировать. То есть, продолжали бы занимать более-менее одну и ту же экологическую нишу. И вот так оно в природе и бывает. А почему, я не знаю почему. Хорошо. Ещё очень важный и жестокий вопрос, это о единицах отбора. Что, собственно, отбирается? Значит, ну простейшая ситуация, если у меня бесполое размножение, и в популяции нет никакой структуры, то понятно. У меня разные организмы, значит, размножаются с разной эффективностью. Но, может быть, с одной стороны, могут быть группы организмов. Представим себе, что там бактерии организуются в такие, не знаю, взводы и дерутся стенку на стенку. И дальше там весь взвод бактерий либо там побеждает, либо его всего съедят. Тогда может возникнуть групповой отбор. Когда единицей выживания, значит, или невыживания, являются группы особей. Это очень любят люди на эту тему рассуждать. И сейчас групповой отбор не в моде. Считают, что его не бывает, а может иногда он бывает. Никто это толком не знает. С другой стороны, если у меня есть половое размножение, то эволюционные судьбы разных сегментов генотипа оказываются рассыплены. И я несу какие-то полезные аллели и какие-то вредные аллели. И, соответственно, ты поймешь, где здесь единицы отбора. Здесь единицы отбора оказывается не генотип. Но давайте мы пока что будем рассматривать простейшую ситуацию. Черезношение у нас бесполого и структуры нет. И поэтому единицей отбора пока что будет просто генотип. Наконец, да, и тогда у генотипа есть приспособность. Значит, эффективность измножения. Принимая примитивно просто число потомков. На самом деле там нужно определять мультизианский параметр. Для этого нужно вывести и решить уравнение эйлера-лодки. И мы это сделаем, когда будем говорить о популяционной структуре. Но пока будем считать, что эффективность размножения генотипа можно описать одним-единственным числом приспособленности. Это вообще говоря тоже некое упрощение. Упрощение, во-первых, думают, что это одно число. Но это упрощение, видимо, такое хорошее кошерное упрощение. Его обычно можно использовать. Но еще упрощение состоит в том, что мы думаем, что приспособленность генотипа зависит вот от самого организма. Вот замечательные данные. Такая есть тетя Финляндии, Вюрка Лума. И она изучает демографию, прежде всего, отбор в популяциях человека 18-19 века, когда в Финляндии еще не было никакой индустрии. Это были, значит, сельская примитивная жизнь. Но там не было и Багдака тоже, а там был порядок. И, значит, все рождения, смерти, женитьбы, все записывались аккуратно в церковно-приходские книги. И она, значит, подняла эти церковно-приходские книги и нашла потрясающие, значит, данные об отборе человеческой популяции. Вот что здесь изображено. Здесь число детей у тети, а здесь среднее число детей у дочери этой тети. или, соответственно, внучков, которые она приобретает, значит, на свою дочку. А эти два графика отличаются тем, что это крестьяне, у которых была земля, а это крестьяне, у которых земли не было. Вот если семья владеет землей, то сколько бы в этой семье не было детей, ожидаемое количество детей на этого ребенка практически одно и то же. А если семья безземельная, то если там много братьев-сестер, то каждая из этих сестер потом произведет мало детей, потому что они недокормленные, больные. Видите, эффект огромный. Если двое детей, то два с половиной, а если 15 детей, меньше единиц. Это в случае, если безземельные. А если земля, то никакого эффекта просто нет. Вот такая вот история. Так что в такой ситуации приспособленность генотипа зависит не только от самого этого генотипа, но вот от того, вырос ли он в семье с маленьким числом детей или с большим числом детей, если эта семья была безземельной. Вот. Но теперь мы все это забудем и будем думать о простой ситуации, когда приспособленность полностью определяется генотипом, и приспособленность – это одно число, которое, так сказать, можно для простоты пока думать, что это просто число потомков. Вот. Значит, теперь, как это выглядит? Приспособленность традиционно обозначают буквы W. Вот у меня пространство генотипов, там у меня есть разные генотипы, и у каждого генотипа есть приспособленность. Да, приспособленность – это количественный признак. Мы с вами говорили вчера о количественных признаках, это один из количественных признаков. Но такой исключительно важный, но с точки зрения пути от генотипа к фенотипу, нет разницы, что мы рассматриваем рост, что мы рассматриваем давление крови, а что мы рассматриваем приспособленность. Вот – количественный признак. Вот. И, соответственно, приспособленность генотипа, можно еще сказать, что это унаследованное значение приспособленности индивидуума с данным генотипом. То есть ожидаемое количество потомков у тех, кто имеет данный генотип. Вот у меня три генотипа G1, G2 и G3, и они имеют разные значения приспособленности. А высота столбика – это чистота этого генотипа. Я это все к тому рассказываю, что в результате у меня появляется плотность приспособленности популяции. Самое тупое описание отбора – это плотность приспособленности, которая варьирует, ну вообще говоря, от нуля до какой-то максимальной приспособленности популяции. Значит, и давайте мы сейчас поработаем с этой плотностью. Нас не интересует временно, как там все это устроено, какие гены за это отвечают, а мы знаем, что у меня есть в популяции сколько-то генотипов с нулевой приспособленностью, что сколько-то такое, сколько-то такое. Вот такая вот плотность между нулем и W максимально. Значит, здесь надо понимать, что если мы меряем не унаследованную приспособленность особей, а реальное значение, то у нас представление об отборе будет преувеличенным. Вот данные о количестве детей на женщину в России в 1905 году – это, так сказать, реальное значение. И здесь я нарисовал мою гипотезу об унаследованном, о, так сказать, не реальном значении, а унаследованном. Видите, там много женщин, никаких детей не имевших. Видимо, доля генотипов, генотипов, которые, так сказать, стерегивали, гораздо меньше. В общем, это моя гипотеза, может, она глупая. Но вот это вот данные о приспособленностях не об унаследованных, не об ожидаемых приспособленностях индивидуумов, а об их реальном количестве потомства, они имеют большую дисперсию. То есть, если мы просто меряем… Ну, представим себе, что у меня вообще популяция мономорктов, у всех один и тот же генотип. Тогда значение унаследованной приспособленности все сосредоточено в точке, вся плотность, правильно? Никакой дисперсии нету. Но, тем менее, у разных особей будет разное количество генотипов, разное количество потомков, просто случайно. Вот. И это называется opportunity for selection, возможность отбора. Почему это важно? Потому что это гораздо легче мерить. Чтобы узнать, сколько у меня детей, надо спросить, сколько у меня детей. А чтобы узнать, какая у меня унаследованная приспособленность, нужно, значит, тысяча моих близнецов привезти. Это гораздо сложнее. Вот. И поэтому, значит, часто меряют возможность для отбора. Надо понимать, что это может очень сильно завысить. Эта оценка может быть очень сильно завышена. Да, значит, это рассуждение про положительный и отрицательный отбор. Мы уже на эту тему рассуждали. Давайте тоже пропустим. Я хочу заняться... Я эти картинки приготовил 4 года назад. Они мне казались верхом совершенства и мудрости. Сейчас я на них смотрю, думаю, какой же идиот все это дел писал. Надо их все переделать. Но гораздо труднее переделать, чем писать с нуля. Так, хорошо. Мы уже разбирали частотозависимый отбор и отрицательный отбор и положительный отбор. Давайте сейчас мы ничего этого делать не будем. Вот у меня есть какая-то плотность приспособленности к популяции. И давайте с ней немножко поработаем. Да. Плотность приспособленности. Мы уже чуть-чуть с этим столкнулись, но сейчас столкнемся еще жестче. А как описать такую плотность? Вот у меня функция. Функция это вещь сложная, бесконечно межная и ужасная. Как ее описать одним числом? Есть предложение? Ну, отличное предложение взять среднюю, правильно? Средняя приспособленность к популяции. Вот, W большое. Средняя приспособленность обозначается W большое с чертой. Сейчас здесь черту нужно такую. Но ее трудно делать в этом PowerPoint. Но когда большая, она еще, представляете, что на ней черта нарисована. Хорошая вещь средняя приспособленность к популяции. Ответ, плохая и бесполезная. Как вы думаете, почему? Потому что естественный отбор, мы с вами с этим уже столкнулись вчера, по-моему. Естественный отбор, ему плевать, хороший ты или плохой. Важно, лучше ты или хуже. И формально говоря, это означает, что ничего не изменится, если мы все приспособленности умножим на любую положительную консентру. Ну, геометрически это просто означает, что мы растянем ОСИКС в произвольное число раз, и ничего не изменится. Поэтому, вот у меня в популяции половины особей приносят трех потомков, половины приносят пять потомков. Средняя приспособленность четыре. Теперь я смотрю популяцию, в которой половины приносят три потомков, а половины приносят пятьсот. Средняя приспособленность четыреста. А отбор в этих двух популяциях действует совершенно одинаково. И вот это такое замечательное свойство отбора, что он сравнительный. И поэтому среднее само по себе никакого смысла не имеет. И любая осмысленная характеристика приспособленности, вот любая осмысленная характеристика отбора должна быть инвариантна относительно умножения всех приспособленностей на одну и ту же констанцию. Средняя, как ясно, этим свойством не обладает. Поэтому сама по себе средняя приспособленность никого не волнует. Вот. И вот вам дисперсия, вот вам полюбившаяся дисперсия, но не просто дисперсия, а дисперсия относительной приспособленности, чтобы ее нормировать, ну, например, на ту же среднюю, чтобы переход от 3,5 к 300 и 500 ни на что не влиял. Значит, вот это уже хорошая, полезная, кошерная характеристика отбора дисперсии относительной приспособленности. Вот она здесь нарисована. Если вы помните, что происходило вчера, дисперсия относительной приспособленности, это просто эволвабилити. Как мы перевели на русский язык эволвабилити вчера? Эволюционируемость приспособленности. И это хорошая вещь. Но есть еще одна мера. Значит, что такое дисперсия? Это когда мы всех сравниваем со средним. Правильно? Мы смотрим, как все, как это, сумма квадратов центральных отклонений. То есть, насколько, ну, опять-таки, нормированная, так сказать, мы среднее считаем единицей, мы все делим на среднее. И вот, но выживают по дедушке Дарвина наиболее приспособленные. И поэтому вот это вот максимальное W имеет такой, как это, сакральный смысл. И поэтому вводится, помимо дисперсии относительной приспособленности, или, значит, эволюционируемости приспособленности, еще одно понятие называется генетический груз, или просто груз. А слово генетический не нужно, просто груз. Груз поделяется вот как. Это единица минус средняя приспособленность, определенная она максимальная. То есть, мы сравниваем среднюю приспособленность с максимальной. Вот. На самом деле, я недавно задумался, почему мы здесь нормируем на среднюю, а здесь мы нормируем на максимальную. Мы могли бы вот в этом вот уравнении делить тоже на среднюю. И, по-моему, это получится гораздо лучше. Но так никогда не делают. Я не понимаю, почему. Значит, мы можем всех сравнить с максимальной приспособленностью, и насколько средняя, относительно меньше максимальной, это называется груз. А можем всех сравнить со средним, и дисперсия относительной приспособленности, это, значит, у меня будет, вот она здесь написана, это эволюционируемость приспособленности. Вот две таких скалярных характеристики моей плотности приспособленности к популяции. Как вы думаете, эти характеристики сводятся, однако, другую? Ответ. Не сводятся. Но есть один только случай, когда... В каком смысле они не сводятся, однако, другую? Они не сводятся, однако, другую, вот в каком смысле. Если я знаю, скажем, v, но при этом не знаю саму функцию, саму плотность, то я предсказать l не могу. И наоборот. Но есть одно исключение. Если v равно нулю, чему равно l? Чему? Нулю. v равно нулю означает, что у меня вся плота сосредоточена в одной точке. Если она вся сосредоточена в одной точке, значит, средняя приспособленность, она же есть и максимальная. И наоборот. Если l равно нулю, то v равно нулю. В обоих... Потому что l равно нулю означает, что средняя приспособленность точности равна максимальными. Значит, тогда, опять-таки, у меня все сосредоточено в точке. Но в общем случае это не так. И можно представить себе вот какую ситуацию. Представим себе, что у меня почти все имеют какую-то одну приспособленность, а совсем-совсем маленькая доля имеет какую-то другую, гораздо более высокую. Тогда эта маленькая доля на дисперсию не влияет, а на груз влияет. И я могу получить, вообще говоря, очень большой груз, сколько угодно большой груз, при том, что эволюционируемость приспособленности у меня остается маленькой. Вот. И есть некая теорема, которая утверждает вот что. Что... Да, значит, я... Извините, давайте сюда посмотрим. Значит, вот эта вот картинка простая показывает, что при данном L, извините, при данном V, L может быть произвольно большим. А тогда имеет смысл подумать другую сторону. А насколько маленьким может быть L при данном V? И есть теоремы, которые утверждают вот что, что при данном V минимальный груз достигается, когда приспособленность у меня сосредоточена в двух точках, в нуле и в каком-то ненулевом значении. И этот минимальный груз равен V поделить на V плюс один. Значит, если я сделаю вот такую, если у меня в популяции вот такая вот плотность приспособленности, то груз при данном V будет минимален, и он, значит, задается вот такой вот формулой. Вот. Почему я вам рассказываю сразу про эти два разных функционала. Значит, почему важна эволюционируемость предпособности, мы увидим через минуту, сформулировав и доказав фундаментальную теорему Фишера. А почему важен генетический груз, ну вот прицепьте себе, что у меня груз 80%. Это означает, что в половой популяции, половой или бесполой, бесполой, извините, в бесполой популяции у меня груз 80%. Это означает, что у меня средняя приспособленность составляет только 20% от максимального. Значит, максимальный плодовитель должна быть 5 особей, 5 потомков, правильно? Потому что иначе популяция вымирает. Так что груз важен, потому что он говорит, какая должна быть по меньшей мере, какой должна быть максимальная плодовитель, мощность, чтобы популяция при данном отборе не вымирала. Так что и В, и Л – это важные вещи. Хорошо. Я вам говорил, что все будет жестко. Вот сейчас все будет жестко. Собственно, уже все жестко. Дальше будет как-то лучше. Так, теперь потрясающее уравнение. Мы его выводили в прошлый раз для двух генотипов. Значит, да, извините, мы с вами смотрели на просто плотность приспособленности и никаких генотипов у нас в явном виде не было. А теперь мы в явном виде посмотрим на генотипы. У нас их было два в прошлый раз, а теперь мы рассмотрим общий случай много генотипов, значит, занумерованных индексом И. И дальше мы делаем ровно то, что мы делали в прошлый раз. Мы считаем долю, мы хотим получить частоты генотипов в следующем поколении, то есть доли потомков, принадлежащих данному генотипу. Вот назовем их красными. Значит, доля красных в следующем поколении это численность красных мамаш, то есть численность популяции умножить на долю красных мамаш, умножить на приспособленность красной мамаши и поделить на, это, значит, доля красных, это, извините, число красных потомков, поделить на общее число потомков. Значит, n сокращается, а вот эта вот сумма, это и есть средняя приспособленность популяции, среди заменателя Все ли осознали величие этого уравнения? Его нужно осознать, но мы его уже вчера осознавали, но осознайте его еще раз Все осознали? Замечательно Вот Да, значит, n мы выкидываем и, значит, здесь видно, что если все умножить, все приспособленности умножить на одну и ту же констанцию, ничего не поменяется Вот А теперь Я не знаю Может быть, удобнее писать это Может быть, удобнее это мне написать на доске Ну, давайте я вам это дело просто прочитаю Если все все поймут, то замечательно, если нет, то я напишу на доске Значит, мы доказываем фундаментальную терему Фишера Которая является утверждением о относительном изменении средней приспособленности Вот смотрите Значит, средняя приспособленность в текущем поколении Это сумма частот генотипов, значит, умноженных на их приспособленности Если у меня в популяции половина приносит трех потомков и половина приносит пять потомков То средней у меня будет четыре Вот это вот глубокая мысль здесь написана Значит, дальше у меня вторая глубокая мысль здесь написана Это динамика частоты Динамика частоты аллелей И теперь мне пришла в голову фантазия Посчитать среднюю приспособленность в следующем поколении Извините, это должен быть нижний индекс Вот это вот Это t плюс один, это нижний индекс Значит, средняя приспособленность текущая Это для текущей частоты А теперь я взял частоту в следующем поколении Частоты генотипов в следующем поколении А приспособленности считаем, что не меняются Отборы у меня постоянные Если я красный, то я хоть сегодня, хоть завтра принесу трех потомков Значит, а теперь я подставляю сюда Вместо частот в следующем поколении Которые здесь просто так написаны Я подставляю их выражения Какое для них выражение? Вот она Частота в следующем поколении Я тупо подставляю сюда это выражение И получаю вот такую вот формулу Понятно, откуда здесь берется квадрат У меня здесь есть W А формула для частоты аллеля в следующем поколении В ней тоже есть W В ней тоже есть W И соответственно у меня здесь квадрат Значит, вот это вот формула Для средней предпособленности популяции в следующем поколении А теперь я задаюсь таким вопросом Как у меня Устроен Дельта Привращение Средней предпособленности Дельта W Это средняя предпособленность в следующем поколении Минус средняя предпособленность текущая И деленная на среднюю предпособленность текущая То есть, вот это вот Относительный пророст средней предпособленности Могу посчитать такую вещь, почему бы нет Значит, в знаменателе у меня Средняя предпособленность Вот этот знаменатель, вот он у меня здесь сидит Здесь у меня Формула для средней предпособленности в следующем поколении Вот она А здесь у меня минус Это у меня дельта То есть, средняя в следующем поколении Минус средняя текущая И если я теперь все это дело поделю еще раз на, это у меня числитель, это у меня знаменатель, все поделю еще раз на среднюю предпособность, то КОЗЕ понятно, что это у меня получилось дисперксия относительной предпособности. Вот, значит, теорема Фишера словами означает следующее, что относительный порост средней предпособности равен дисперксии относительной предпособности или эволюционируемости предпособности. Вот почему принципиально важна дисперксия относительной предпособности. Вот эти вот ужасные выкладки, значит, рассчитаны на тех, кто не знает, что есть два эквивалентных определения дисперксии. Дисперксия это, во-первых, сумма квадратов центральных отклонений, а во-вторых, это сумма, это средняя квадратов минус квадрат среднего. Здесь она в такой форме, здесь, значит, показано, что это, это, это одно и то же. Если вы проходили теорию вероятности и знаете, что сумма квадратов центральных отклонений и, значит, средний квадратов минус квадрат среднего, это просто одно и то же, то эти две строчки вас не колышат. Вот, значит, еще раз, пророст средней предпособности, относительный пророст средней предпособности равен дисперксии относительной предпособности. Это фундаментальная теорема естественного отбора или теорема Фишера. Такой замечательный факт. Разберетесь дальше сами? Или уже все, все уже все поняли, да? Но, пожалуйста, выведите ее, каждый выведет ее 10 раз, пока вам не станет глубоко противно. Я буду придираться с этой теоремой, потому что, несмотря на свою ужасную простоту, она совершенно фундаментальна. Она нам что говорит? Она нам говорит много-много полезных вещей. Первое, что нам говорит теорема Фишера, она нам говорит, что, она нам говорит, что нам говорит теорема Фишера. Она нам много чего говорит. Кто мне скажет, что нам говорит теорема Фишера? Это дисперксия. Она нам говорит, что средняя приспособленность популяции, если на популяцию действует только отбор, она не может убывать, правильно? Она всегда растет. Потому что дисперксия положительная. И она равна нулю только в одном случае, когда вся моя плотность приспособленности сосредоточена в одной точке. Что означает, что отбора нет. То есть, если на популяцию действует хоть какой-нибудь отбор, то приспособленность растет. Средняя. И при этом она растет, значит, вот в точности со скоростью, равной этой дисперксии. По-моему, это круто. Вам не кажется, что это круто? Так. На самом деле, ну давайте еще немножко порассуждаю на эту тему. Значит, что это такое? Вот у меня есть динамические уравнения, связывающие частоты аллелей в следующем поколении, генотипов. Частоты генотипов в следующем поколении с текущими частотами генотипов. Значит, у меня есть пространство состояния какое-то нмерное, у меня н разных генотипов, какое-то нмерное пространство состояние, и, значит, точка, соответствующая состоянию популяции, в этом нмерном пространстве как-то движется. Динамическая система. И что может быть, значит, я хочу, так сказать, я утверждаю, что эта ситуация довольно необычная. А когда есть вот такая вот штука, когда есть какая-то функция, в данном случае средняя приспособленность, которая, когда мы движемся, когда мы отслеживаем траекторию моего, значит, эволюционирующего объекта, моей динамической системы, эта штука всегда растет. Это, вообще говоря, необычно. Но давайте посмотрим на это, так сказать, с точки зрения теории динамических систем. Бывает вещь еще более необычная. Что может быть еще более необычное по сравнению с ростом? С таким всегдашним ростом. Совсем необычное. В физике есть такое понятие закон сохранения. Что является совсем, так сказать, таким тяжелым извращением? Тяжелым извращением является закон сохранения. Когда у меня эволюционирует мой объект, течет время и меняется состояние моей динамической системы, но при этом какая-то функция от всех моих переменных динамической системы не меняется. И вся физика построена на таких извращениях, вся физика построена на законах сохранения. И поэтому, с точки зрения математики, физика – это наука извращенная и противная, а биология – это наука хорошая и правильная. Потому что, с точки зрения теории динамических систем, динамические системы, которые обладают законом сохранения, это уже ужасно, так сказать, такие негрубые патологические случаи. Они образуют подножество скороразмерности бесконечности среди всех динамических систем. В общем, не помню я там какая-то тема, это ужасная наука, но, в общем, если я случайно со стенки возьму динамическую систему, у меня не будет никаких законов сохранения. И почему вся физика состоит из-за законов сохранения, никто этого не знает. Вот. Здесь у меня закона сохранения нету. Но, то есть, это извращение не такое уродское. Но есть рост. Значит, в общем, если я со стенки возьму случайную динамическую систему, то вдоль ее траектории ничего не будет, не то что сохраняться, но даже гарантированно меняться в одну сторону. Она будет меняться, как бы ни АБК. А здесь, значит, оказывается, что оказывается, что меняться моя средняя предпособность можно только в сторону роста. Кто-нибудь знает, как это по науке называется? Значит, если есть функция, которая не меняется, то это закон сохранения. А если есть функция, которая может меняться только в одну сторону, как называется такая функция? Как? Да. Но в контексте теории динамических систем она называется функция Липпунова. Значит, это функция Липпунова для данной динамической системы. Значит, динамическая система, описывающая действия отбора и только отбора, имеет функцию Липунова. Этой функцией Липунова является средняя приспособленность популяции. Что мы можем сказать на основании того, что наша динамическая система обладает функцией Липунова? Ну, например, у нас не может быть предельных циклов. Понятно почему. Вот представим себе, что я гуляю под действием естественного отбора, и погулявшая популяция вернулась в то же самое состояние, в котором она была. Но приспособленность-то по этому все время должна была расти. Если она вернется туда же, а приспособленность полностью определяется моими частотами генотипов. Значит, она не может вернуться в ту же самую точку, потому что она окажется той же самой. А она все время росла. И на самом деле, вот тот факт, что средняя приспособленность популяции под действием отбора всегда растет, или, выражаясь ученым, средняя приспособленность является функцией Липунова, этот факт показывает, что естественный отбор – это на редкость тупой процесс, который состоит в выживании наиболее приспособленных. Вот. И в результате он тебя загоняет на пик приспособленности, на адаптивном ландшафте, ты туда по градиенту парешь, дальше на этом пике остаешься и тупо на нем сидишь. И это очень интересный такой методологический вопрос, потому что… потому что… ну вот есть популяционная экология. Вы изучали какую-нибудь популяционную экологию? Там хищник-жертва всякие… но слышали про хищник-жертва и там они предельные циклы получаются, там караси едят щук, если наоборот, щуки едят карасей, там только щук много, только карасей много. А предельные циклы в микроэволюционных задачах чрезвычайно редки, сложная динамика чрезвычайно редка. Так что есть всякие, так сказать, темные закорулки микроэволюционной теории, где возникает сложная динамика. И люди, которые в этих темных закорулках пасутся, они пытаются всех убедить, что эти закорулки очень важны. Но на самом деле, я думаю, что микроэволюция, ее интерес и сила не в сложной динамике. Сложной динамики там никакой нет. И нет ее из-за теоремы Фишера. Потому что отбор – это на редкость тупая вещь. Он сохраняет тех, которые лучше, и мочит тех, которые хуже. Можно, конечно, представить себе ситуацию, когда под эволюционирующей популяцией ландшафт проваливается, как ты идешь по трофеному болоту, и под тобой кочки проваливаются. Вот так он проваливается, и там она популяция начнет тоже что-нибудь выделывать. Но, в общем, я думаю, что это для микроэволюции не свойственно. Хорошо. Значит, тем не менее, я прошу всех господученых теорему Фишера рассечь. И это такой, так сказать, первый уже не детский результат. Нет, ну, первый не детский результат было исследование этого уравнения, но такой совсем не детский результат. Да, мы можем, конечно, доказать теорему Фишера и в непрерывном случае, считая, что у меня там не какой-то дискретный набор генотипов, а, так сказать, произвольная функция, но здесь непрерывная доказательство нарисована. Вот. Одну, наверное, одну задачу давайте рассмотрим. Вот это у меня время. А это частоты генотипов. Ну, ясно, что действует только отбор. Задача очень простая, но я просто хочу, чтобы... Простая, но давайте разберем. Значит, ясно, что может быть монотонное возрастание частоты. Генотип с самой высокой приспособленностью исходно был редким. И его частота будет расти, положительный отбор. Собственно, мы это уже разбирали, и если у меня всего два генотипа, то в явном виде нашли формулу для начаток кривой. Соответственно, ясно, что частота может монотонно падать. Исходный генотип был частым, но он плохой. Вопрос. А может быть ситуация, когда частота ведется не монотонно? Частота генотипа сначала растет, а потом падает до нуля. Можно представить себя. Мы рассматриваем разные генотипы, которые борются друг с другом вот таким вот образом. Кричите громче. Совершенно верно, да. Совершенно верно, да. Это генотип со средней приспособленностью, если генотип с максимальной приспособленностью исходно очень редок. То есть сначала этот со средней приспособленностью будет мочить частого низкоприспособленного, а потом максимально приспособленный вылезет из очень низких частот и всех замочит. Так что такое может быть, если число борющихся между собой генотипов не меньше трех. Для среднего, совершенно верно. А чтобы было два пика, я думаю, такого быть уже не может. Хотя доказать-то я не умею. Наверное, это просто доказать причем. Никогда об этом не думал. Представьте себе, чтобы вот так вот, потом еще так вот, а потом уже сдохло. Я думаю, такого уже быть не может. Но вот такая немонотонность, она легко возникает, если у меня, по крайней мере, три генотипа между собой борются. Так, хорошо. Значит, дальше здесь нарисовано то, что мы с вами уже делали. А именно вот это вот частый случай всего лишь двух генотипов. Вот здесь снова выведено это фундаментальное уравнение. Мы этот вывод уже вчера делали. Здесь опять-таки оно ярусно решается. Это мы все уже делаем. Так. Хорошо. И теперь отдельная наука. Знаете, раз пошла такая пенка, мы, наверное... Так, это можно выкинуть, а вот это мы сейчас выберем. Значит, мы в каком-то смысле полностью разобрали действия естественного отбора, ну, так сказать, такого в вакууме как это, сферически естественного отбора в вакууме. Но, то есть у меня есть разные генотипы, и у этих генотипов нет никаких характеристик других, кроме приспособленности. У них есть только разные приспособленности. А вот, но есть еще совсем отдельная наука, которую я сейчас хочу, на которую я сейчас хочу подать в некоторое время. Отдельная наука более сложная, когда у меня есть не только приспособленность, но еще какой-то другой количественный признак. Ну, рост, например. Будем думать про рост. Хороший количественный признак. И у разных организмов есть разный рост. Признак будем означать буквой Х. И у меня есть две вещи. У меня есть, во-первых, плотность этого роста популяции, П от Х. У меня есть низкие, средние и высокие. И, во-вторых, у меня есть приспособленность как функция роста. То есть у меня теперь отбор действует не в вакууме, а у меня есть количественный признак, на который действует отбор. У меня есть, у меня, значит, было F от W, и все. А теперь у меня есть количественный признак Х. Признак, скажем, роста. У меня есть количество признак Х. У меня есть P от Х. Это, значит, распределение роста. И у меня есть W от Х, ожидаемое количество потомков у скотины с данным ростом. Вот. И это очень часто бывает ситуация. Эта ситуация очень часто, очень интересная и, на самом деле, до конца непонятная. Потому что, ну, мы что можем сделать? Вот поймаем в Москве миллион человек, у каждого измеряем рост, и спросим, сколько у этого человека детей. И получим, значит, функцию распределения москвичей по росту и зависимость числа детей от роста. И получим, например, что там москвичи среднего роста имеют больше всего детей. Это называется стабилизирующий отбор. Слышали такие слова? Вот. Слова-то все такие слышали, но есть две принципиально разных возможности здесь. Одна возможность такая, что почему у москвича среднего роста больше всего детей? Потому что если там ты слишком длинный, ты там бьешься башкой, там не знаю обо что-то, а если там ты слишком короткий, там тебя там все обижают. Вот. То есть есть причинная связь между твоим ростом и твоей приспособленностью. Но есть и другая возможность, про которую очень часто забывают. Представим себе, что никакой причинной связи нет. А есть, скажем, вредные мутации. И вредные мутации делают две вещи. Они, во-первых, случайно влияют на твой рост, а во-вторых, уменьшают количество детей. И тогда те люди, у которых рост отклоняется от среднего, у них в среднем будет больше вредных мутаций. И, соответственно, у них будет меньше детей. Но поэтому никакой причинной связи между ростом нет. То есть есть скрытый параметр. Когда есть какой-то скрытый параметр, мы не видим мутации, на роже у тебя не написано, сколько у тебя мутации, а написано, какой у тебя рост. И, соответственно, мы думаем, что имеет место зависимость числа детей от роста, хотя на самом деле имеет место скрытые переменные, скажем, число вредных мутаций, От нее зависит и рост, и число детей. Значит, в первом случае, если имеет место настоящая причинная связь, мы говорим, что работает реальный отбор, настоящий отбор на рост. А во втором случае, если на самом деле имеет место какое-то скрытое переменное, мы говорим, что имеет место кажущийся отбор. И очень часто, так сказать, хлебом не корми биологов, вот лови там много всяких тварей, посмотри, как от какого-то признака у них зависит приспособленность. Но когда люди это делают, то отличить настоящий отбор от кажущегося отбора очень трудно, практически невозможно. И мы до сих пор не знаем те случаи, те данные о наблюдении отбора в пароле, которые опубликованы, известны. Это в основном что? Это настоящий отбор, увлекающийся отбор. Так что здесь много возникает биологических вопросов, хотя для формальной концепции, которую я сейчас хочу провести, нам это вообще говоря не важно. Вот. Значит, ну, количественный признак может быть даже совсем простой. Число аллели а маленькое. У меня три генотипа. А большое, а большое, а большое, а маленькое, а маленькое, а маленькое, а маленькое. И очень часто в стандартных учебниках вводят отбор сразу для диплоидной популяции и, значит, рассматривают три генотипа. И это, с моей точки зрения, глубоко неправильно. Отбор нужно вводить для двух генотипов, потому что эта ситуация гораздо более сложная. Ну, вот сейчас мы до нее постепенно добрались. Значит, концепции движущего, то есть, где функция W от X монотонная, хоть растущая, хоть падающая, стабилизирующего, где у нее есть максимум и дезорубтивного, где у нее посредине минимум отбора, на признак всем известно. Замечательно. Значит, дальше я хочу напомнить, что, значит, в зависимости от второй производной логарифа приспособленности, действующий на количественный признак отбора, может быть, значит, экспоненциальным от нейтральной случаи, сужающим и расширяющим. Вот. А теперь давайте переопределим, значит, вот для нашей ситуации с признаком уже нам знакомые функционалы, значит, генетический груз и дисперсия относительная приспособленность. Здесь они записываются вот так вот. Ну, понятно почему. Средняя приспособленность и, значит, дисперсия относительной приспособленности. Вот. Но еще у нас возникает два новых понятия. Селекционный дифференциал и влияние дисперсии, и влияние отбора на дисперсию признака. Понятие «селекционный дифференциал» было введено тем же самым дедушкой Фишером в 1938 году. Вообще, очень важно выбирать, чем ты занимаешься, и не заниматься тем, чем занимается уже и так весь белый свет. Дедушка Фишер долгое время не мог опубликовать свою первую работу, потому что были эти самые биометристы и менделисты, а он, которых друг друга ненавидели. Он пытался доказать, что там никого противоречия нет, и его никто не публиковал. И в результате он публиковал свою статью, но не как Мендель. Мендель публиковал статью в журнале, вот есть бюллетень МАИПа, знаете, Московское общество, испытатели породы, да? Ну, все-таки это уважаемое общество, ему там 200 лет, хотя тоже бюллетень МАИПа никто не читал никогда. Но Мендель публиковал в бюллетене любителей породы, значит, не Москвы, а города Бурно, которого уж точно никто никогда не читал. Вот. А Фишер выбрал журнал с чуть-чуть большим импакт-фактором, то есть не выбрал, это был единственный журнал, который его классическую работу опубликовал. Это журнал «Вестник ученой записки Королевского общества в Эдинбурге». Есть Королевское общество в Лондоне, а это, так сказать, хороший журнал, там публиковались Ньютон, даривали всякие полезные статьи. А Эдинбургское Королевское общество, так сказать, по-моему, кроме статьи Фишера, ни одной статьи сколько-нибудь важной там ни до, ни после опубликованной не было. Но ничего страшного, он прорвался. Вот. А почему я стал на эту тему философствовать? Потому что, когда наука таку возникает, есть возможность с ней определить фундаментальные понятия. И в эволюционной генетике оно либо Фишера, либо Райтера, либо Халдейна, дилемма Халдейна, груз Халдейна, решето Халдейна, единицы измерения, Халдейн, принцип Халдейна Мюллера, теорема Фишера, значит, селекционный дифференциал Фишера, принцип этого самого, как это, аргумент фишеровских внуков, как это, значит, Харпавик Мюллера. В общем, пять человек все придумали к человекам собачьим. И не потому, что все, кто были просто такие тупые, а потому, что они просто все придумали, там ничего еще не осталось. И надо заниматься чем-то новеньким. Но проблема в том, что когда наука только возникает, надо быть сильно умным, чтобы понять, что вот, если я именно этой новой наукой займусь, то я смогу придумать фундаментальные понятия. В общем, это всегда проблема. А обычно, вы там хотите заниматься наукой, приходите в лабораторию, лаборатория там фигачит какую-то науку, которой еще занимаются, там, 500 других лабораторий по всему свету. По моему мнению, такого надо избегать. Но, с другой стороны, если вы занимаетесь популярной наукой, то там вы гаранты сможете получать, там, уехать на работу в Гарвард. Заработать себе я служил к 40 годам. В общем, масса полезных и приятных перспектив. Так, хорошо. Значит, селекционный дифференциал. Что такое селекционный дифференциал? Вот это у меня признак Х. Вот у меня плотность этого признака. И вот у меня отбор. Ну, давайте рассмотрим тупой отбор. Я хочу... Это у меня коровы. И я хочу повышать их удойность. Я всех этих коров замочил, а этих оставил. Поэтому, после отбора... После отбора... Обозначим плотность после отбора через П-штрих. Так, погодите, а я не писал вот это? Вот дырак-то все, погоди, где же у меня это? Так, здесь у меня такая штучка нарисована. Видите, это, конечно, должно быть там, значит. Что у меня делает отбор? Может быть, предиктуете мне? После того, как я применил отбор W от Х по изнаку с плотностью П от Х, что у меня получится? У меня получится новая плотность П тильда от Х, которая есть просто на среднюю предпособность. А в данном контексте средняя предпособность – это интеграл. Такая глубокая мысль. Ну, ясно, что я должен отнормировать, чтобы это получилось плотность. Вот я ее нармирую. Вот, ну и пускай я применяю такой самый тупой отбор, если яйценоскость моей коровы меньше какого-то минимума, то, значит, у нее приспособленность 0, а если больше, то единица. И тогда у меня вот это вот П от Х, а это П тильда от Х, вот это вот распределение. И селекционный дифференциал, да его еще дельта большая называют, селекционный дифференциал – это просто сдвиг среднего. Мы это соединяем. Вот, и здесь возникает целый ряд вопросов, на которые есть простые ответы. Я, к сожалению, проболтался, я вам уже ответ написал, не забронил, что не надо было его писать. А как вы думаете, значит, зададимся таким вопросом. Я разложу коров и хочу добиться, значит, максимального сдвига их удойности, поэтому уничтожив, там, минимальную долю моего стада. Что я делаю? Что там гудит? Кринчите громче, это из-за меня. Чего? Окно закрыть? А можно закрыть? Кто умеет закрывать окно, закройте, пожалуйста, окно. Кто умеет гудит? О! Определённый прогресс. Сейчас, нет, погодите, какого самца? Самец не дурится. У меня есть коровы. И я их не размножаю. У меня всё приходит внутри поколения. Вот, допустим, мне разрешается замочить 50% коров. И я хочу сделать это так, чтобы средняя удойность оставшихся, вот, значит, коров, которые у меня останутся, была максимальной. То есть, чтобы добиться максимального, селекционный дифференциал, ещё его можно назвать ответа на отбор. Чтобы добиться максимального ответа на отбор. Совершенно верно. Я, к сожалению, приболтался, я уже нарисовал. То есть, отбор, который обеспечивает мне данный ответный отбор, данный селекционный дифференциал за счёт минимального генетического груза, это отбор обрезающий. Приспособленность ноля, потом единица. Этот результат всем был известен, ну, он интуитивный, очевидный, хотя доказательство не совсем тривиальное. Но, значит, оно было поведено там 22 года назад. А есть ещё совсем странный результат. Предположим, что я почему-то озабочен не тем, значит, да. Вот такой вот отбор даёт мне данную дельта при минимальном грузе. А теперь, допустим, я озабочен о дисперсии относительной приспособности. Мне почему-то интересен не груз, а мне хочется получить данный ответный отбор, создавший в популяцию минимальную дисперсию относительной приспособности. То есть, я озабочен не тем, чтобы минимизировать L, а тем, чтобы минимизировать V. Знаете, какой тогда отбор нужен? Тогда нужен отбор линейный, который упирается где-то 0, а потом отсюда растёт линейка. Значит, это даёт мне минимальный V. Вот это результат совсем загадочный. А я его интеллективно не понимаю. Но это чистая правда. Если кому хочется разобрать, то Достоевщина была статья в журнале «Математическая биология» в 1923 году. Это СССР. Значит, это что касается влияния отбора на среднее значение признака. А по влиянию отбора на дисперсию признака, то есть, будет ли дисперсия после отбора больше или меньше дисперсии до отбора, это зависит от того, что у меня делается со второй производной логарифмой вот этой вот функции W от X. Если это вторая производная отрицательность, дисперсия будет меньше, а если вторая производная положительность, дисперсия будет больше. Единственная оговорка, вот эти вот теоремы верны для произвольной плотности признака, а влияние на дисперсию, там полезные результаты получаются только если у меня признак имеет гауссовое распределение. Хорошо, вот это здесь все описано. И завершением этой мудрости, завершением науки о действии отбора на количественный признак является теорема Робертсона-Пайса, которая является обобщением фундаментальной теоремы Фишера. И мы ее сейчас ярусно сформулируем и докажем. Вот она здесь сформулирована. Селекционный дифференциал, то есть ответ на отбор изменения среднего за счет действия отбора, равен к вариации между признаком и относительной приспособленности. Ну, оно ведь понятно. Если признак у меня варьирует абы как, она приспособленность не смотрит, то, соответственно, отбор и не будет сдвигать его среднее. А чем ближе мой признак скоррелирован, чем теснее мой признак скоррелирован с приспособленностью, тем сильнее отбор будет на него влиять. Еще интересная вещь, да, вот я вам сказал про то, что надо выбирать хорошие науки. Но, значит, теорема Робертсона-Пайса является тривиальным обобщением теоремы Фишера. Но теорема Фишера была сформулирована в 1930 году, а вот это тривиальное обобщение, которое вот здесь вот доказано в этой строчке, было сформулировано в 1970 году. Прошло 40 лет. Чем занимались ученые эти 40 лет, неизвестно. Но вот так вот получилось. Значит, вот давайте мы ее докажем. Значит, ковариация между признаком и относительной приспособленностью. Значит, что это такое ковариация? Это, значит, признак минус среднее значение признака умножить на относительную приспособленность, а среднее значение ее единица. Поскольку это у нас приспособленность, нормированная на среднее. Среднее значение ее единица. И, значит, взвешенная с плотностью признака. Вот это выражение для этой ковариации. Ну, да, опять-таки, вы же все знаете, что такое ковариация, правильно? Ну, тогда, значит, вот она ковариация, а теперь мы расписываем эти 4 члена. Значит, соответственно, это у меня среднее значение признака после отбора. Это у меня среднее значение признака до отбора. Это у меня средняя приспособленность, это у меня средняя приспособленность, они сокращаются. Это у меня среднее значение, значит, до отбора. и ЭЦ, где под отбор, эти два члена сокращаются, здесь минус, а здесь плюс. Вот и все. Собственно, все доказательства умещаются вот здесь вот. Вот. Значит, я прошу всех его тщательно понять, но для людей, которые знают, что такое говаряция, тут, собственно, и доказывают три нечего. Вот оно все нарисовано. Вот. Ну и последнее. Значит, мы, предположим, вернемся теперь назад. Значит, мы, у нас была сначала просто приспособленности больше ничего, а потом мы ввели признак. А теперь давайте мы от признака избавимся вот каким-то хитрым образом. Будем считать, что мой признак и есть приспособленность. Это когда возникает? Когда W от X равно X. То есть мы рассматриваем признак X, но он же просто есть и приспособленность. И если мы подставляем это сюда, то это теорема Руберсона-Прайса сводится к теореме Фишера. Как-то у меня это долго и занудно здесь получилось. Но, тем не менее, это так и есть. Это, впрочем, не обязательно доказывать этот зал. Хотя это все понятно. До четвертой вещи я тоже вас прошу понимать, ввиду ее фундаментальности. Влияние отбора на среднее значение признака. Селекционный дифференциал равен коверации между этим признаком и относительной приспособленностью. Теорема Руберсона-Прайса. Так, я вам все рассказал, что я хотел рассказать про этот был.